Добрый день! Сегодня, 6 января 2021 года, исполняется 110 лет со дня рождения актёра Николая Афанасьевича Крючкова. Ещё при жизни он был легендой советского кино, а критики говорили, что достаточно посмотреть хотя бы один фильм с его участием, чтобы понять русский характер. Родился Николай Крючков 6 января 1911 года в Москве. Он всегда считал себя живучим, и это соответствовало истине. Его жизнь – это сплошное преодоление и борьба за выживание. Николай родился в пролетарской семье. Отец работал на мануфактурной фабрике, мама была ткачихой. Он стал восьмым ребёнком своих родителей, но выжить удалось только ему одному. Отец умер очень рано. Здоровье мужчины подорвал тяжёлый труд – война и революция. Николай практически не знал, что такое детские шалости и забавы, потому что девятилетним пацаном он уже работал на фабрике трёхгорной мануфактуры. По вечерам он бегал на репетиции самодеятельного театра «Фабричный клуб», участвовал в спектаклях театра рабочей молодёжи. Когда он впервые вышел на сцену, то моментально понял, что именно здесь его судьба и предназначение. Он мог бить чечётку, петь и играть на гармонии, причём делал это лучше всех. Но матери это фиглярство не нравилось. Пришлось идти на компромисс. Николай может поступать в свой театральный, но продолжает работать на фабрике, чтобы жить, нужны были деньги. В 1928 году Николай Крючков начал обучение в школе-студии актёрского мастерства. Он продолжал работать, но все понимали, что рабочая специальность ему в жизни, скорее всего, не пригодится. Иногда в столичный театр рабочей молодёжи наведывались режиссёры, чтобы подобрать талантливых актёров в свои картины. Так произошло и в 1930 году, когда посмотреть одну из репетиций театра пришёл Борис Барнетт. Он остановил свой выбор на Крючкове и предложил ему роль в ленте «Окраина». Дебют Крючкова стал более чем успешным. Фильм был очень тепло принят зрителями и даже получил приз Венецианского кинофестиваля. И с этой картины началась успешная кинематографическая биография Николая Крючкова. В 1931 году тот же режиссёр позвал Николая в картину «У самого синего моря», где он стал моряком Алексеем. И снова высокая оценка зрителя, после которой у актёра появляются первые поклонники. С того времени Николай Крючков стал очень востребованным. Его позвали в картины «Возвращение Максима», «За советскую родину», «Тайга золотая», «Человек с ружьём» и многие другие. Но звёздным часом актёра по праву можно считать участие в фильме «Тракториста» Ивана Пырьева. После этой роли Николай Крючков стал, пожалуй, самым снимаемым актёром советского кино. Песни «Три танкиста», «Первым делом самолёты», «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью», которую исполнял актёр в кино, мгновенно становились народными. Образ простого парня, которого играл Николай Крючков, так полюбился советским зрителям, что у него практически не было застоев в работе. Его роли в фильмах «Максимка», «Море студённое», «Тревожная молодость», «41-й», «Баллада о солдате» были запоминающимися, даже если это был небольшой эпизод. Работу в кино Крючков сочетал с работой в театре, участвуя в спектаклях театра студии киноактера. В 1939 году выходит фильм с участием Николая, это член правительства, в котором он перевоплотился весельчака Никиту. Главную героиню сыграла Вера Морецкая. В том же 1939 году выходят ещё две картины, где он снялся. Это были ленты «Щёрз» и «Станица дальняя». В 1940 году артист засветился в лентах «Яков Свердлов» и «Брат героя». В 1941, как и все другие мужчины СССР, Крючков пошёл в военкомат с просьбой отправить его на фронт. И получил отказ от военкомата, который сказал, что он больше принесёт пользы своей творческой деятельностью, чем на фронте с винтовкой. Пик творческой карьеры артиста пришёлся как раз на годы Великой войны. Время это было очень тяжёлым, но кино продолжали снимать, и в эпицентре этого процесса как раз и был Крючков. Середина 40-х годов добавила в фильмографию артиста много интересных картин, которые волновали и запоминали с первого просмотра. Это были ленты «Котовский», «Фронт», «Парень из нашего города» и другие. Но слава и любовь зрителей досталась двум другим проектам – картинам «Свинарка и пастух» и «Небесный тихоход». После войны Николай Крючков получил главную роль в фильме «Свет над Россией», в основу которого легли воспоминания матроса Рыбакова. В 1948 году вышла картина «Три встречи», где шёл рассказ о том, как живут люди в первые послевоенные годы. После этого актёра позвали на съёмки двух драматических картин под названием «Звезда» и «Сталинградская битва». В 1949 году он сыграл одну из главных ролей в комедийной ленте «Счастливый рейс». После войны Николай Крючков снимается много и плодотворно. Его творческая биография пополняется всё новыми и новыми картинами, каждая из которых становилась настоящим шедевром. В 1956 году актёра позвали снова на съёмки фильма о войне. Он назывался «Бессмертный гарнизон» и рассказывал о самом начале войны, сражении на Брестской крепости. Фильм получил также диплом Венецианского фестиваля. В том же 1956 году его пригласил режиссёр Григорий Чухрай, который начал съёмки картины «Сорок первый». В 1958 году Николаю Крючкову дали роль центрального персонажа в картине «Ленинградская симфония» о блокадном периоде, о мужестве людей, сумевших выжить. В конце 50-х годов артист снимается в ленте «Баллада о солдате». В 60-е годы в фильмографии артиста начинают появляться комедийные ленты, в которых он очень органично вписывается. В «Гусарской балладе», которую снял Эльдар Рязанов, Крючков стал пожилым слугой, а в главных ролях можно было увидеть Ларису Голубкину, Юрия Яковлева, Игоря Линского. Они все прославились благодаря этой картине. В 70-х годах прошлого века Николай Крючков продолжает быть востребованным. Он сотрудничает с разными режиссёрами, и результатом этого стали многочисленные интересные проекты. Самыми запоминающимися получились картины «Телеграмма», «Горожане», «Осенний марафон» и другие. В 80-е годы Николая Крючкова начали приглашать на съёмки только изредка. Но даже те редкие кадры, в которых засветился артист, не остались без внимания поклонников. Самыми лучшими работами того времени стали ленты «Цыганское счастье», «Дамское танго» и «Сталинград». Последними работами актёра были ленты «Царь Иван Грозный» и «Ангелы смерти», вышедшие в 91-м и в 93-х годах. Личная жизнь актёра. В жизни актёра было четыре официальных брака. Первой женой Николая Крючкова стала актриса Мария Пастухова, в браке с которой родился сын Борис. Второй раз актёр женился на Али Парфиньяк и стал отцом сына Николая. В третий раз Крючков пошёл под венец со спортсменкой Зоей Коченовской, знакомство с которой состоялось во время съёма картины «Домой» в 1959 году. Но женщина не стала спустя три месяца после бракосочетания. Она попала под машину и погибла прямо на руках у мужа. После этой трагедии Николай Крючков пал в тяжёлую депрессию, и у него сильно пошатнулось здоровье. Через два года после трагедии в личной жизни артиста наступили перемены. Он женится в четвёртый раз. Женщину звали Лидия. Она работала помощником режиссёра на киностудии и была намного моложе Николая. Их семья была крепкой и счастливой. Они прожили вместе до самой смерти Николая Крючкова. В этом браке у артиста родилась дочка Эльвира. Перестрочный период началось гонение на всё, что в Советском Союзе казалось правильным и незыблемым. Не исключением стал и кинематограф. Период с 1930 по 1950 получил название «Сталинского». И все актёры, которые прославились в те годы, автоматически стали сталинистами. Николай Крючков тоже попал в немилость новому правительству. И народному артисту пришлось просто выживать практически в нищете. Последние годы жизни Крючков с женой жили на даче в Икше. Творческая активность Крючкова поражала его даже называли богатырём русского кино. Он мог одновременно сниматься в пяти фильмах. Но с возрастом он стал всё более требовательно подходить к каждой новой роли. В своей книге «Чем жив человек» он поделился секретами профессии. Крючков писал, что актёр в своём творчестве должен быть ограничен, жизненно реалистичен. В нём очень обострённо должны действовать два защитных механизма – чувство такта и чувство меры. За свою жизнь Николай Крючков сыграл более 120 ролей и был залогом успеха любого фильма, в котором принимал участие. Его популярность была необыкновенной. Нередко к нему домой приходили письма с необычным адресом – Москва, Николаю Крючкову. Его не стало 13 апреля 1994 года. Местом упокоения стало Новодевичье кладбище. На его памятнике нетрадиционного фото. Артист смотрит на мир с барельефа. Его лицо – красивое, улыбчивое, открытое, запоминалось с первого взгляда. С такими лицами прямая дорога в Голливуд на роль харизматичного соблазнителя или прожигателя жизни. Но Николай Крючков был советским человеком, а играть ему довелось лётчиков, трактористов, партизан и шахтёров. Он был гениальным актёром, талант которого подтверждают многочисленные правительственные награды и премии. Он отдал кино в свои лучшие годы жизни. Спасибо за внимание.